Программа интеллектуальных соревнований началась с торжественного открытия. В нынешнем году конкурс исследовательских работ от школьного проекта к профессиональной карьере состоялся в четвертый раз. Организаторы, члены жюри и участники, которых, к слову, в этом году насчитывалось более ста, собрались в актовом зале, где юных мыслителей поздравили с участием в таком масштабном конкурсе. Нам очень приятно, что наше начинание поддержали школы Брещины и отрадно осознавать, что с годами интерес к этому мероприятию только увеличивается, не угасает. И мы будем проводить его столько, сколько будут к нам приходить участники этого конкурса. На конкурс свои работы представили учащиеся из 23 учебных заведений Бреста и Брестской области, а это 87 проектов. Защита работ – время X для учащихся школ и гимназий. Процесс проходил одновременно в шести секциях, которые включали в себя все школьные предметы. Здесь ребята не только представляли выбранную тему, рассказывая, что было взято за основу исследовательской деятельности и как долго создавалась научная работа, но и отвечали на вопросы жюри. Регламент выступления составлял 7 минут и 3 минуты отводилось для ответов на вопросы. Работа учащихся оценивается по двум направлениям. Первое направление – это сама работа, ее актуальность, выбранные темы, задачи поставлены, научность этой работы, насколько глубоко проведено исследование. И второй критерий – это защита работы во время выступления с докладом на секции. Ребята представляют свою работу, отвечают на вопросы жюри. Мария Сливко, учащаяся в Брестской гимназии номер 3, подготовила доклад на тему «Праздники города Бреста в первое послевоенное десятилетие». Тема была выбрана не случайно. Идею подала прабабушка Мария, которая рассказывала, как масштабно и торжественно проходили праздники в ее время. Эта тема меня заинтересовала по очень интересной причине. Когда-то я пришла со школы. До этого нас мобилизировали сопровождать открытие рядом находящегося комплекса. Начала жаловаться, ну, ныть по-своему роду. И там как раз у нас была в гостях моя прабабушка. Она сказала, вот в советское время нас мобилизировали на много раз больше. Мы были всегда и везде. Конкурс исследовательских работ от школьного проекта к профессиональной карьере дает возможность каждому участнику раскрыться, показать свой потенциал и быстрее определить, кем он хочет стать в будущем. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ»